Итак, сегодня я хочу вам показать, как приготовить суп гречневый, быстро и диетический. Всем привет! Вы на канале Татьяна. Для этого нам понадобятся вот такие ингредиенты. Это вот картошка, уже порезанная. Все умеют чистить и резать картошку. Морковка, потертая на мелкую терочку. Вот морковка. У меня морковка из села, поэтому вот такая вот покрученная. Ну, меня такой морковочкой угостили. Я, в общем, занимаюсь недвижимостью. И бывает, что клиенты мне, когда я прихожу к ним в гости, чем-то угощают. Или морковочкой, или тыквой. Я никогда не отказываюсь, ведь продукты из села это самое-самое то. Дальше. Нам нужен перец салатный. Почему перец? Вот такой вот желтенький был, я его порезала на кусочки. И одна луковица. А перец мы применяем, как бы, все знают, приправу паприка. Так вот, вот свежий перец, это будет вместо паприки. Естественно, соль, подсолнечное масло и гречка. Значит, гречки нам нужно будет всего лишь 2 или 3 ложки. Вот мы приготовили гречку. Это все. Сейчас я возьму картошку и гречку, сложу в кастрюльку и залью кипяточком. Итак, гречку мы с картошкой смешали и заливаем приготовленным кипяточком. После того, как мы зальем кипяточек, мы отправим нашу кастрюльку вариться на газ, на плиту. После того, как наш супчик закипел, он должен покипеть минут 10, мы бросаем луковицу. То есть, в данном случае, закипела картошка вместе с гречкой. Мы бросили луковицу и бросаем туда же перчик. После этого, мы еще бросаем туда морковку. Также мы бросаем морковочку, уже потертую в суп. Суп накрываем и наш суп кипит дальше. Еще минут 5 до готовности картошки. Поскольку картошку мы бросили вместе с гречкой, соответственно, они вместе и сварятся. Хочу сказать, что суп я делаю без зажарки. То есть, это диетический супчик. В него я добавляю масло, либо подсолнечное, либо оливковое. Вам рекомендую, которое вам больше по вкусу. Итак, наш супчик уже закипел. Уже прошло где-то минут 5-8. После того, как мы забросили туда морковочку, лучок и перчик. Значит, что мы делаем сейчас? Итак, мы в супчик, я еще бросаю фрикадельки. Фрикадельки у меня заготовленные, заготовки мороженые. Это из фарша. Я в основном использую фарш, телятину, свинину. Из телятины самые вкусные фрикадельки получаются. И именно с гречневым супом. Я бросаю с расчета 4 на порцию. Вот на кастрюльку. Кастрюлька у меня получается 2-х литровая. Бросаю фрикадельки, поскольку они мороженые. Надо будет, чтобы прошло минут 5-10. И потом я добавлю масло подсолнечного. Итак, наш супчик уже сварился. Я так думаю. Мы проверяем. Картошечка мягенькая уже сварилась. Мы смотрим, что гречка также растворилась. Потому что мы ее бросили вместе с картошечкой. Смотрим на фрикадельку. Так, ну фрикаделька почти готова. Но мне кажется, что можно еще минутку-две, чтобы покипело. Пусть супчик кипит, а мы в него добавим подсолнечного масла. Я говорила, что я готовлю супчик диетически. Поэтому я добавляю одну, ну где-то на 2-х литровую кастрюльку. Я вот сегодня решила добавить 3 столовых ложки подсолнечного масла. Супчик мы помешали. Накроем и пусть он еще покипит. В конце добавим приправу. Итак, наш супчик уже сварился. Значит, что мы делаем? Мы бросаем лавровый листик. Вытягиваем целую луковицу. Она нам не нужна. Мы с ней уже получили все вещества. Выключаем обязательно наш супчик. И еще дополнительно бросаем в него зелень. Поскольку это зима, у меня зелень приготовленная мороженое. А вот для вкуса, кто любит, можно бросить один, либо несколько зубчиков чесночка. Также для вкуса мне нравится бросить вот такую, я бросаю смесь перцев. Немножечко посыпаю, как бы для вкуса и для запаха. Наш супчик готов. Вот такой он красивенький получился. Как приготовить фрикадельки, я сделаю видео. И на этом супчике будет ссылка на него. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. У меня интересное видео. И ставьте лайк. Не забывайте поделиться с друзьями. Всем пока. Приятного аппетита.